Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Не более шести человек в одном кабинете. Выпускные экзамены в карантине. Музыкальный папа. Репортаж памяти Александра Алавердяна. Начни свое дело. Мы продолжаем еженедельный цикл «Люди в профессии». Начнем с официальной информации. Указами президента Республики Абхазия слонобжания назначены председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Кама Алексеевна Гогия, председателем Государственного комитета Республики по экологии Савелий Михайлович Читанава, председателем Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Викторович Халваш. Данные о налоговых поступлениях в бюджет Республики за 18 дней мая представил премьер-министру Александру Анкваб министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Он доложил, что по ситуации на 18 мая план по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. Курмазия отметил, что перевыполнение в мае обеспечено за счет уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года. По мнению главы налогового органа, прогноз на июнь неблагоприятный. Показатели фактических поступлений и их отставания от плана могут достигать уровня отставания в апреле. Премьер-министр уделил внимание вопросу обеспечения срочки уплаты налоговых платежей для предприятий. Считая задачу по поддержке предпринимательской деятельности важным вопросом повестки в период угрозы экономической безопасности, Александр Анкваб обратил внимание министра на необходимость рассмотрения возможности размещения уплаты НДС предпринимателям-отельерам, совершившим авансовые платежи без учета фактического дохода при расчете налога на добавленную стоимость. Вопросы усовершенствования сбора и обработки информации для составления статистических материалов обсудили вице-премьер министр экономики Республики Кристина Асган с председателем Государственного комитета по статистике Камы Гоги. Кристина Асган обратила внимание, что структура показателей социально-экономического развития Абхазии, представленная в ежегодно издаваемом сборнике «Абхазия в цифрах», требует более точной детализации в разрезе отраслей и порядке формирования данных. К примеру, по ее словам, такая важная отрасль, как туризм, отдельно не выведена, и представленный материал не позволяет дать полную оценку состоянию отрасли. Имеющиеся статистические данные по разделам транспорт, сельское хозяйство и другие не отражают полную картину состояния отраслей ввиду отсутствия информации по отдельным их направлениям. Также вице-премьер считает, что требует доработки информация по блоку рынок труда и уровень жизни населения. По словам Кристины Асган, экономисты, анализируя ситуацию в экономике, стремятся к тому, чтобы оценить уровень ВВП, а именно в вопросе соответствия указанного в статистических материалах уровня ВВП, к фактическому положению дел есть проблемы. По словам председателя Госкомитета по статистике, у ведомства есть трудности со своевременным предоставлением отчетности от организации, а также сама система отчетности ведется по старому и новому учету. По ее убеждению, для приведения системы статистики на соответствующий уровень необходимо активное содействие Министерства экономики. Кристина Асган выразила готовность подключиться к данному процессу и отметила необходимость проведения соответствующей реформы. Комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства, республики уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей, задолженность Черноморэнерго по налоговым платежам, обсудили вице-премьер Кристина Асган с генеральным директором РУП Черноморэнерго Асланом Басария. Асган отметила, что техническое и финансовое состояние отрасли напрямую влияет на экономику и может быть серьезным сдерживающим фактором в развитии. Аслан Басария проинформировал министра экономики о проделанной руководством Черноморэнерго работе. Не более шести человек в кабинете. Самые длинные вынужденные каникулы выдались у всех школьников республики в этом году. Последнее занятие было чуть больше двух месяцев назад. Школьный процесс завершен, однако выпускные экзамены сдавать все же придется. То, когда и каким образом будут проходить экзамены, выясняла моя коллега Виола Барганчия. Необычно пустые коридоры, двор и классные кабинеты в столичной школе. Номер 10 последнее занятие в этом году было 13 марта. Из-за пандемии всем школьникам республики пришлось перейти на дистанционное обучение. Где-то такой формат имел неплохие результаты. А где-то и вовсе из-за отсутствия у детей планшетов, телефонов и интернета стал просто невозможным. У нас были такие длинные каникулы. Конечно, учебного процесса, полного учебного процесса, как известно, у нас в школах не было. С середины марта у нас продлеваются эти каникулы из-за ситуации. Однако многие школы проводили дистанционное обучение. Но это, конечно, не во всех школах. Сказать, что это было заранее запланировано, мы тоже не можем сказать, потому что это вынужденная ситуация. Многие классы, учителя как-то проходили это дистанционное обучение. Где-то это получалось хорошо, где-то плохо. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но это нельзя считать, что они прошли полностью эту программу. Мы не можем так сказать, потому что по такой форме мы пока не обучались. Если для многих такое обучение стало возможным, то сдача экзаменов в этот формат исключает 1857 выпускников 11-х классов по всей стране. Все же будут сдавать государственные экзамены, безусловно, соблюдая все санитарные нормы. Сегодня самое главное – это защитить население от этого вируса. И с этой целью Министерство просвещения и языковой политики приняло такое решение, что с 1-го по 10-й класс считать учебный год завершенным. Выпускники 11-х классов будут сдавать два письменных экзамена – это родной язык и математику. Согласно предписаниям СанПИНА строго будут соблюдаться санитарные нормы. Для этого на сдаче экзаменов в одном кабинете будет находиться не больше шести человек – один учитель и школьники. Между каждым определенная дистанция. Все будут носить маски – это учителя, учащиеся, дежурные учителя, члены комиссии. И будут стоять дезинфекторы, обрабатывать обязательно руки. Все это обязательно мы будем соблюдать. Перед тем, как в школах республики начнутся экзамены, выпускники 11-х классов пройдут двухнедельное подготовительное обучение, которое начнется со 2-го числа следующего месяца. К такой для многих долгожданной встрече уже начали готовиться все школы республики. К примеру, средняя школа номер 10 имени Нестор Лакоба уже провела у себя полную дезинфекцию, начиная со двора, заканчивая всеми классными кабинетами. Что касается самих экзаменов, то они состоятся в июне. Как рассказывает директор 10-й школы Аида Кварчелля, если проведение выпускного бала сегодня находится под большим вопросом, то торжественная выдача аттестатов для этих ребят все же состоится. Виола Барганджа, Раму Канкия, Абазатова. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан. Ситуация на 20 мая следующая. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 46 человек. У всех диагноз коронавирус не подтвержден. 34 человека сегодня в течение дня выписаны из обсервации в столичном доме отдыха Айтар. Все они военные курсанты. 32 по линии Минобороны Абхазии и 2 Министерства внутренних дел. У всех диагноз коронавирус не подтвержден. Таким образом, на сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число в Абхазии выявленных заболевших за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели и один пациент умер. Продолжаем выпуск. Выносной торговли и парковки на рынке посвящалось совещанию у мэра Сухума. Исполняющий обязанности главы администрации столицы Беслан Эшба провел совещание с участием начальников УВД и ГАИ города Сухум, директора центрального рынка. Предлагались разные пути решения проблемы, которые будут доведены до заинтересованных сторон. В первую очередь речь идет о разгрузке дорог по улице Имама Шамиля и Гулия. Беслан Эшба отметил, что нужно асфальтировать улицу Гулия. Мэр также считает, что все парковочные места в столице должны регулироваться муниципальными организациями. Вопросы острые. Предлагаю совместно с ГАИ выработать меры, которые улучшат обстановку вокруг центрального рынка, сказал Беслан Эшба. 21 мая, в день памяти жертв Кавказской войны, на телеканале Абаза ТВ смотрите моноспектакль по мотивам романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Режиссер, постановщик, заслуженный артист Кабардино-Балкарии Роберт Саральп. Песочная анимация Шамир Гучепшоко. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в нашем эфире будут звучать народные мелодии и стихи о трагических событиях XIX века. Прошло 156 лет. Наш народ очень много страдал. 21 мая 1864 год закончилась Кавказская война. И многие наши народы, абхазы, адыги, вынуждены были покидать свою историческую родину. Субтитры создавал DimaTorzok 75 лет исполнилось бы 20 мая абхазскому поэту Раулю Ласурия. Более 16 лет Раулю Ласурия работал ответственным секретарем редакции журнала «Аллашера». Внес значительный вклад в развитие детского журнала «Амцебс». В 2003 году был назначен директором Литфонда Ассоциации писателей Абхазии. Наш материал, посвященный Раулю Ласурия, смотрите после выпуска новостей. В памяти Александра Алавердяна посвящается наш музыкальный папа. Экс-солистки детского эстрадно-музыкального ансамбля «Каданс» поделились своими воспоминаниями обоснователей, руководителей коллектива, музыканте и просто хорошем человеке Александре Алавердян, который ушел из жизни 18 мая. Ему было 62 года. Подробнее Анастасия Никонова. Вряд ли в нашей стране есть меломан, который не слышал о детском эстрадно-музыкальном ансамбле «Каданс». В 2014 году он объединил талантливых детей страны в музыкальную семью. Идея принадлежала бессминному руководителю «Каданса» Александру Алавердяну. 18 мая 2020-го музыканта не стало. Ему было всего 62 года. На этих архивных кадрах позапрошлого года основатель «Каданса» рассказывает о появлении творческого коллектива на пресс-конференции, посвященной пятилетию своего детища. В начале 2013 года такая идея. И вот с зимы 2013 года я ее вынашивал, как создать то, что всегда было в республиках. А в любой республике, значит, нашего бывшего союза, были детские вокальные инструментальные ансамбли, эстрадные театры и так далее, и так далее. И почему-то, значит, уже достаточно хорошо изучив, так сказать, талант детей Абхазии, я все время удивлялся, а почему у нас в Абхазии вот этого нету. Экс-солистке «Каданса» Софи Тарба было всего 11 лет, когда она стала частью коллектива. Первым, с кем она познакомилась здесь, был руководитель Александр Алавердян. Он всегда умел говорить с нами, подсказывать. И именно Алик Сергеевич привил любовь к музыке, отмечает Софья Тарба. «Каданс» для нас был такой семьей музыкальной. Мы к Алику Сергеевичу относились как к музыкальному папе, и он нас всегда называл своими детьми. И, ну, вклад он внес, несомненно, огромный в мою жизнь, потому что именно в «Кадансе» я поняла, что я хочу заниматься музыкой в дальнейшем, что мне нравится, как это все происходит на сцене, как это вообще может происходить, и что можно писать свою музыку, что можно развиваться дальше. И Алик Сергеевич показал нам вот эту вот сторону музыки, что это может быть не скучно, что это может быть весело, что не нужно много времени, чтобы сделать сольный концерт, и что не нужна дорогая аппаратура, чтобы это все играть. И он показал, что можно... Он делал все, чтобы мы ездили в тот же Артек по Абхазии. У нас все время были сольные концерты, и в первую очередь он все делал, конечно, для нас. Мы ему безумно за это благодарны. Ну, и он мог бросить все дела, чтобы вот все у нас было прекрасно и хорошо. Александр Алавердян своим отношением к музыке и ребятам смог создать не просто коллектив, а творческую семью, отметила экс-солистка «Каданса» Ариана Маматцева. Все относятся друг к другу с большим теплом и пониманием. Алик Сергеевич был нашим большим другом, к которому мы могли подойти с любой проблемой, отметила девушка. Алик Сергеевич всегда очень тепло относился во-первых, к нам, к своим детям, к зрителю и к нашим родителям, конечно. Все мы очень тепло общались. Но с нами, конечно, да, он относился к нам как к своим детям, и всегда у нас были такие отношения. То есть если даже у нас какие-то проблемы, мы могли прийти и рассказать Алику Сергеевичу. Он, безусловно, всегда нас слушал и поддерживал, давал какие-то советы. Вот это вот прям запомнилось мне, наверное, навсегда. И один раз я сказала Алику Сергеевичу, «Алик Сергеевич, я выберу какую-то профессию и буду заниматься ею». И он сказал, чем бы ты ни занималась в этой жизни, музыка тебя никогда не отпустит, она всегда будет с тобой, всегда будет следовать тебе, и ты будешь следовать ей. И как бы вот сейчас, вспоминая эти слова, я все-таки считаю, что он был прав, потому что я правда сейчас занимаюсь музыкой и планирую в дальнейшем тоже заниматься музыкой. Александр Алавердян воспитал несколько поколений талантливых музыкантов и эстрадных певцов, рассказывает художественный руководитель Госфилармонии Эсмаджения. У него было столько творческих планов на будущее, которым, к сожалению, не суждено было сбыться. Мы все шокированы печальной вестью о скоропостижной смерти всеми нами любимого Александра Сергеевича Алавердяна, нашего Алика Сергеевича, который уже несколько лет занимался ансамблем «Каданс», был инициатором его создания, воспитал несколько поколений молодых эстрадных певцов, и нам казалось, что у него столько планов, и все благоволило для того, чтобы они все как-то реализовывались постепенно, может быть, и вдруг вот такая весть, неожиданная кончина. Все потрясены, конечно, потрясены в первую очередь его воспитанники, но и мы, коллеги, люди, знавшие его, никак это не укладывается в наших головах, как могло такое произойти, но вот, к сожалению, приходится как-то смириться с этой мыслью. Для меня он запомнился таким очень благородным, очень интеллигентным, таким рассудительным человеком, который делился своими планами, рассказывал о своих поездках с детьми, рассказывал о своей прошлой жизни в Ереване, о том, как успешно он занимался и там, в детской студии, и вообще, но он стал таким своим и родным человеком. Каданс прославился не только в Абхазии. Коллектив Александра Алавердяна становился победителем различных музыкальных конкурсов в городах России. Последней победой Каданса стал фестиваль «Будущее планеты» в Санкт-Петербурге, где коллектив из Абхазии стал лауреатом первой степени. Прощание с Александром Алавердяном пройдет в Сухуме 21 мая. Он будет похоронен в селе Пшап Кулырыбского района. Анастасия Никонова, Эдуарда Ракелян, Абазатова. Сообщение правоохранителей. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении сотрудника милиции, который подозревается в незаконном хранении наркотиков, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Как сообщается, дело возбуждено в отношении старшего лейтенанта милиции Аганесса Рафиковича Галустяна по подозрению в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта по материалам, поступившим из МВД. Спичечный коробок с наркотическим веществом метадон весом 0,23 грамма был обнаружен 8 мая в машине, принадлежащей помощнику начальника дежурного ЭВС МВД. Приказом министра внутренних дел старший лейтенант Галустян отстранен от занимаемой должности на период расследования. Сотрудники ОВД Гудаутского района задержали гражданина Абхазии Чакуа Атейба 1982 года рождения, подозреваемого в убийстве человека и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД республики. По данным предварительного следствия, 19 августа 2019 года Атейба в результате внезапно возникшей ссоры из незаконно хранимого при себе огнестрельного оружия автомата системы Калашникова произвел множественные выстрелы в потерпевшего жителя села Джирхуа, который от полученных ранений скончался на месте, а гражданин Атейба с места преступления скрылся, говорится в сообщении на сайте ведомства. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии продолжает занятия по высотным и глубинным работам. Тренировки спасателей проходят на спортбазе в селе Нижняя Эшера Сухумского района. Все занятия проводятся с использованием специального альпинистского снаряжения. Мы продолжаем наш еженедельный цикл «Люди в профессии». Начать свое дело сложно. Или нет? Стать предпринимателем в Абхазии на самом деле легче, чем кажется. Многие наши граждане, многие ниши не заняты, конкуренции почти нет, а при должной смекалке и настойчивости успех практически обеспечен. История Расима Миквабия тому подтверждение. Слово Надежде Боровиковой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сын ваш будет проезжать. Хочет увидеться. Просит встретиться. И побежала я домой. Бегу, сама толком не понимая, что к чему. Вот от мороза прошив. Бегу и сама с собой как ненормально разговаривай. Да что значит просит? Да я, сыночек мой, тысячу верст к тебе побегу. Как на крыльях нырящу. Прибежала домой. Наспех всякой дына делала. Мясо наварила. Ведь небось там мыслбек не один, а с товарищами. Пусть угостит их домашней степенью. Переложила все это вперед на Курджун. И в тот же час отправилась на станцию. Только остановилась бичка. Я сразу же на пути. Словно маслбек должен в тот же час идти. Но там никого не было. Вдруг послышался шум поезда. Мне страшно стало. Я ездила на вокзалах, Которая ни разу не была в жизни. Поезд был сложный с товарным вагон. Солдат могло обидно. Но я бежала вдоль поезда. Выкрикивала. Здесь Суванкулов! Мясо лбек! Суванкулов! Мясо лбек! Здесь! Ну, никто не откликался. Голубь не могла. Тут подошел в русский релезбородник. В шутке, в валенках. Я дала ему почитать эрогамму. Сулбек! Он одел очки и встал. Подтого, в шутке, в Кубани, сказал ему. Сулбек! Сын ваш ездит в вольский мишелон. Сулбек! 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 Шутка! Сулбек! Сулбек! Спасибо! если не вагон за вагоном, вагон за вагоном, приносить на мгновение лиса, шинели, обрывки песен, тем временем прибежал какой-то человек с красными-желтыми флажками в руках и закричал наука, не остановиться, не остановиться, прочь, прочь, прочь в пути. И в эту самую минуту раздался рядом и говорит, мама! Ах ты, боже мой, боже. Он прогоносил с ним его совсем близко. Семь телом перельнулся из вагона, держась одной рукой за дверь, а другой махал, прощался. Я только помню, как вскрипнула, «На сумме!» И в тот короткий день увидел его точное место. А ветер растрепал ему волосы, полшины бились, как крылья, а на лице и в глазах радость и горе, и сожаление, и прощание. Мимо прошунял последний вагон эшелона. Я все еще бежала, по шпалам бежала, потом упала. Ох, как я стонала и кричала. Сын мой! Он сжал на поле битвы, а я прощалась с ним, обнимая холодную железную лусь. Тут подошла ко мне. Русская женщина, стрелочный сын, помогла мне подняться, посадила в речку и я дала ему сам доткую шапку. Оказывается, он бросил мне свою шапку, когда я лежала за вагоном. Я возвращалась домой, крепко-крепко, прижимая на грузе. Она и сейчас в себе не уносила. Иногда возьму ее в руки, откройся лицом, и слышу запах сына. Скажи мне, земля родная, когда, в какие времена так страдала, так мучилась мать, чтоб только один раз увидеть своего сына? Так пусть я буду последней матерью, которая так ждала сына. Не приведи Бог никому обнимать холодные мси и биться колобой о шах. Следует отметить, что в ежегодном международном конкурсе чтецов «Живая классика» принимают участие школьники из 80 стран мира. Из Абхазии в конкурсе выступают три школьницы, ученица пятого класса Кристина Ироносян для конкурса выбрала произведение «Кавказский пленник» Льва Толстого, ученица шестого класса София Шенгелия будет зачитывать отрывок из автобиографической повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в четверг, 21 мая в республике ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Поздним вечером местами возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью 18, днем до 29 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте Абаза.тв. До встречи в эфире и добрых вестей.